В Министерстве здравоохранения Приморского края обстановку с коронавирусом считают сложной. В регионе пока не зафиксированы случаи заболевания штамма Момикрон, однако специалисты прогнозируют его проникновение во все регионы страны. Приморское здравоохранение тоже находится в состоянии мобилизации средств и сил. Мы готовимся к усилению амбулаторно-поликлинической службы, поскольку эта волна по предварительным оценкам будет характеризоваться именно увеличением количества обращений в амбулаторно-поликлиническое звено. Взаимодействуем с нашими образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования. Омикрон более заразный и не менее коварный. Симптомы схожи с признаками гриппа и ОРВИ. Першение в горле, заложенность носа, общая слабость, головная боль, повышение температуры. Чем чревато вообще распространение? Не только тем, что мы инфицируемся, непосредственная опасность инфицирования, заражения, но распространение инфекции приводит к появлению новых мутаций. Это нужно понимать и к новым штаммам. То есть чем меньше распространение, тем меньше вирус мутирует. Поэтому, соответственно, формирование популяционного коллективного иммунитета снижает вероятность появления новых штаммов. Основной способ защиты – вакцинация. В Минздраве края напоминают, что через полгода после прививки рекомендуется провести ревакцинацию. В первую очередь сейчас на 100% ревакцинируют медицинских работников. Также повторная прививка особенно необходима педагогам и соцработникам. Для ревакцинации используется спутник «Лайт». Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.